Кинопробы с Антоном Долиным Не очень идеальная с точки зрения погоды Только хорошо для тех, кто ходит в кино Я напоминаю, что у вас есть возможность Задать какие-то вопросы через смс На номер... Я с удовольствием напомню Антон, спасибо, здесь Петр Левинский Рад вас видеть в очередной раз 7903-797-63-33 И такой же номер ватсапа Ну и, собственно говоря, как и в прошлый раз Или впервые для тех, кто слушает впервые Мы попробуем говорить в течение почти что часа О всем новом, что происходит Но в конце, последние там 10 минут Будут посвящены ответ на ваши вопросы Поэтому задавайте, говорите все, что хотите Наверное, еще одна вещь, которую я хотел сразу прояснить Поскольку несколько претензий пришло в прошлый раз Ну, наверное, прояснять придется много-много раз Но я все-таки скажу сейчас Люди, некоторые возмущаются по поводу того, что я Рассказываю о фильме, рассказываю в том числе и сюжет этого фильма И есть такая фобия Она почти что эпидемия Более-менее всемирная, но в России очень распространенная Это боязнь спойлеров Словить спойлер, как словить вирус фактически Это значит ненароком узнать, что же там в фильме происходит В том фильме, на который ты собираешься пойти Но у меня есть определенная здесь годами выработанная позиция Я не уверен, что так уж сильно меняется мир, что эту позицию стоит изменить И позиция сводится к тому, что говорить всерьез о фильме Вообще не затрагивая сюжета невозможно Если кажется вам по программе, что я рассказал все самые важные моменты Не бойтесь Я никогда не рассказываю все самые важные моменты И просто на самые важные я даже не буду намекать Пусть они останутся для вас сюрпризом Тем не менее, какая-то попытка даже поверхностного анализа кино Без разговора о том, что в этом кино происходит, невозможно Но Антон, помните, рядом с вами всегда группа с кольями, вилами и факелами Как можно об этом забыть? Они всегда меня еще с иконами и топорами Всегда поджидают выхода из каждого радиоэфира, в который мне доводится зайти Это так Но пока что я выжил, значит я был достаточно осторожен В некоторых случаях фильм можно уничтожить спойлером Хотя на самом деле все равно нельзя Если фильм можно уничтожить спойлером, то его не жалко Как бы туда ему и дорога Мой любимый здесь пример, он на следующей неделе выйдет в повторный прокат Будем о нем говорить, это фильм «Бойцовский клуб» Вот это из тех фильмов, где шокирующая развязка И расскажешь ты ее, ты как бы все уничтожишь Но каким же образом 25 лет спустя фильм опять выходит в прокат И все это время мы его смотрели, выучили наизусть Зачем тогда смотреть его повторно, если мы уже знаем, что там было? Ну очевидно, потому что дело не только в сюжете Как я люблю в этих ситуациях говорить В последние 100 лет, на самом деле чуть больше Нет ни одного человека на земле, который берется читать Анну Каренину Не зная о том, что она в конце бросится под поезд Знают все и все равно читают Не такая уж большая эта беда Поэтому какие-то допустимые маленькие спойлеры в моих эфирах Обязательно будут присутствовать Если для вас это оскорбительно и страшно, просто не слушайте Или ждите предупреждения Я буду стараться предупреждать, если я вынужден в сюжет Немножко глубже погрузиться, чем на уровне анонса Ну извините, что так долго, но мне кажется, это важно проговорить Прежде чем мы погрузимся в холодную пучину разочарования Королем Львом новым Давайте чуть-чуть радостного Но, к сожалению, только для москвичей и тех, кто близко И может быстро до Москвы доехать Сегодня на Стрелке, а это одно из лучших летних пространств в Москве Открывается кинофестиваль Он уже, по-моему, четвертый по счету И он ужасно симпатичный И мой товарищ, критик Стас Тыркин, собирает его традиционно Там полным-полно премьер Все это показывается в очень хорошем качестве Все новые фильмы, только оригиналы и титры Открывается все это сегодня фильмом Yesterday Без перевода слово дается Потому что речь идет о песне группы Beatles И это фильм Дэнни Бойла о мире В котором только один человек помнит существование группы Beatles А вообще она стерта из этой альтернативной истории И этот человек сразу понимает, что он может стать главной суперзвездой Заманчивой идеей Идея, мне кажется, гениальная Ну вот все говорят, я не видел еще сам фильм Что идея интереснее, чем ее реализация Но идея хороша Молодой Ахмед Это фильм любимейших моих бельгийцев Братьев Дарден Новая картина, получившая только что в Каннах Приз за лучшую режиссуру Хотя многие протестовали Антон, извините, а можно маленький вопрос? Да Если бы расширили идею этого фильма создатели То можно было бы не знать вообще всех песен Ты мог бы любую песню якобы придумать Какую бы песню выбрали вы? Space Oddity, конечно Ничего нет лучше этой песни Недавно было ее 50-летие, но дело не в юбилей Хотелось бы быть ее автором, да? Ну у меня есть несколько любимцев Вот в последнее время мне чаще всего возвращаются Space Oddity и Goodbye Yellow Brick Road Элтона Джона Ну вообще, конечно, список у меня был бы длинный И Битлов там было бы тоже очень много Вот, возвращаясь Молодой Ахмед Фильм о мальчике-фундаменталисте Который хочет убить свою учительницу Довольно жуткая история Очень реалистично рассказана Невероятно напряженная Так как настоящий хичкоковский триллер Очень компактный, длится меньше полутора часов Очень советую Извините, мы вас не застали Это социальная драма Классика британского кино Кена Лоучи Я только некоторые фильмы оглашу, уж извините Озеро диких гусей Офигенный китайский неонуар Адской красоты С любовью, с перестрелками, погонями Очень крутое кино Give Me Liberty Скоро выйдет в прокат Тогда о нем подробнее расскажем Фильм Кирилла Михановского О русских мигрантах В том числе второго и третьего поколения В Нью-Йорке Потрясающий портрет девушки в огне Каннский приз за сценарий Лесбийская драма Причем погруженная в 18 век О романе живописицы Наверное, такое слово надо сказать Художницы И ее модели Изумительная картина Антон, извините Я не успеваю записывать О русских иммигрантах Give Me Liberty Это русскими буквами пишется Give Me Liberty Да Пару слов о фильме Как там русские иммигранты Это фильм про паренька Который, в общем-то, понимает все по-русски Но уже русским не владеет Совсем молодой Который выбыл себе профессией Он работает в соцслужбе Водителем фургона Который развозит Всяких disabled персон Типа инвалидов, малоподвижных Больных И в том числе русских Всяких стариков, старушек Там он по сюжету их везет на похороны Их подруги Через нью-йоркские пробки На кладбище Некое отдаленное Но это не единственное Что происходит в фильме Вот, очень-очень интересный Спасибо Прекращение Называется фильм Лава Диаса Это один из самых радикальных Современных режиссеров Как я понимаю Черно-белый Научно-фантастический фильм Это филиппинский режиссер Делающий фильмы Которые длятся Не меньше пяти часов Сняты за три копейки Все актеры не профессионалы Это всегда очень круто И каждый человек Который такой посмотрит Может себя уважать по праву Какой из научных теорий Могут рассматривать Филиппинской научной фантастике? Во-первых, вообще любые Но этот фильм я еще не видел Но мне кажется Речь идет о неком Альтернативном будущем Часто он о чем-то таком снимает Такой полуфантастический режиссер Его реалистический фильм Женщина, которая ушла По новелле Льва Толстого Перенесенной в современные Филиппины Получил в свое время От Сэма Мендеса Золотого льва в Венеции Ну то есть Он такой очень уважаемый В мире известный режиссер Хотя понятное дело Никогда в жизни ни один его фильм В России в прокате не показывался А фильм называется? Фильм называется Прекращение Режиссер Лав Диас Кстати, Лав это сокращение От Лаврентия Его назвали родители коммунистов В честь Лаврентия Берия Абсолютно Это именно так Вот Ну и покажут Смерть и жизнь Джона Донована Это новый фильм Ксавье Долана С Китом Харринтоном Главный ролик Кто скучает после Игры Престолов Ну не долго скучает Но все-таки уже какое-то время скучает И давай разведемся Анны Парма С Анной же Михалковой В главной роли Комедия Получившая две награды На кинотавре Ну такая программа Я бы сказал Очень плотная Полно всего Антон Просит повторить фильм Про живописицу и модель Да Портрет девушки в огне Сразу Фильм куплен для проката В отличие от Лав Диаса То есть он будет когда-то в прокате Просто когда неизвестно Это очень интересная Французская картина И это Если я ничего не путаю Это квир Пальма То есть ЛГБТ Пальма В Каннах Который присуждает Параллельное жюри И приз за лучший сценарий Это основного жюри На самом деле Этот фильм ходил в фаворитах Даже думали Что может он главный приз получит Но этого не произошло Режиссер Режиссерка Надо говорить Селин Сьяма Очень-очень одаренная Вы это серьезно При режиссерку? Ну серьезно Как мир к этому двигается Русский язык Очень подвижный Он как раз Переполнен феминитивами Просто Этого феминитива Там некоторое время не было Теперь он появляется Честно скажу Мне режиссерка Нравится больше Чем постановщица Слово постановщица Меня как-то раздражает И сразу какая-то художница Постановщица в этом Мне нормально Ну это более привычно Действительно Как скажете Ну как сказать Язык развивается Никуда не деваться Теперь давайте С неизбежностью Обреченности Поговорим про Короля Льва Потому что это Главная голливудская Премьера недели В отличие от фестиваля Стрелки Этот пойдет по Всей России И в каждой бочке Будет затычка Не будет Кинотеатра Без этого фильма Я скажу сразу Что если у вас Есть такая возможность В больших городах Она будет То постарайтесь Посмотреть Короля Льва На языке оригинала Дисней Очень тщательно Подходит к дубляжу И в этом случае тоже Но все-таки Слушать песни Бейонсе И Элтона Джона В исполнении русских певцов Даже очень хороших Ну понятно Это детский фильм И надо чтобы пели по-русски Раз уж они поют Что-то сюжетное Ну как-то вот В этом есть Какой-то облом тотальный Тут одна новая песня Оригинальная Написана Бейонсе И конечно Это тоже неловкий момент Потому что они Мультфильм пересняли Почти что кадр в кадр Мало чего изменили И эту песню Которую исполняет По сюжету Закадровый голос Налы Которую озвучивает Бейонсе Это возлюбленная Симбы Львица Эту песню поют Пока они бегут Куда-то по лугам Потому что В фильме Для нее не предполагалось С какого-то отдельного сюжета И места И вот эта вот Новая песня Подана как-то Ну совершенно Неавантажно Я бы сказал Я кроме Дикий Восток Загадочный край В Валадине Хороших примеров Правильных переводов Песен Припомнить не могу А есть Как вы читаете Это грустная история Очень Всегда лучший оригинал Но если что-то Считается Там 0 плюс Или 6 плюс И дети Хотят знать О чем поют А поднимают Что в 6 лет Или там в 3 года Они точно не будут Читать субтитры Я бы все равно Пускал песни По-английски С субтитрами Честно Мне кажется Это было бы Более разумно Но можно было бы Одноголосый Хотя бы перевод Одноголосый перевод Запрещен Его не Это невозможно На самом деле Как запрещен Легально Одноголосый перевод Не существует Это русские Пиратские традиции Они конечно Великие пиратские традиции Но они пиратские Вот Просто такого не бывает Передаем привет Нашему ведущему Но Андрей Гаврилов Мой любимый человек Друг семьи И все такое И он гениально это делал Но просто факт в том Что так нельзя Так не делается Даже на мировых фестивалях Где одноголосый перевод В уши Долгое время существовал Я думал Вы говорите Так нельзя Я думал Все по закону Сейчас посадят Ну посадить Не посадят Просто существует Только две возможные Негласное Некое правило Титры или дубляж Оно на самом деле гласное Я просто не боюсь соврать Где это зафиксировано Но это так Существует только два варианта И я всегда конечно за титры Но вот мой ребенок Девятилетний Со своих там Пяти-шести лет Что я начал вводить в кино Читает субтитры То есть я знаю точно Что это возможно Для ребенка тоже А для взрослого и подавно Когда люди говорят Ну субтитры Ведь ты не успеваешь их читать Хочется напомнить Что есть целые страны И континенты Там не знаю Есть Скандинавия Есть там Израиль Где вообще люди не знают Вообще что такое дубляж Никогда не видели Ни одного дублированного фильма Все фильмы выходят Всегда в оригинале С титрами Если они не местные И ничего люди читают И прекрасно себе живут Нет в этом никакой драмы Это просто вопрос привычки Вот Ну давайте я к самому Все-таки фильму перейду Во-первых режиссер Джон Фавро Это человек Которого большинство Наверное любят По первым сериям Железного человека Но для Диснея Он режиссер Книги джунглей Имеется ввиду Игровой ремейк Книги джунглей С которого на самом деле Пошла эта новая Для многих Ужасная Такая проклятая Ими традиция Когда старый мультфильм Превращается в игровой фильм Причем игровой Очень условно Ничего в нем Особенно игрового нету Вот Король Лев В этом смысле апофеоз Тут нету ничего По-настоящему Сыгранного и снятого Это все Компьютерные роботы Это нарисованные животные На фоне Нарисованной природы И Но мультфильмом Это назвать невозможно Потому что это выглядит Как Animal Planet Или Discovery То есть это такая Явно настоящая Пусть даже и нарисованная Африка И все что там пугает То что ни у одного Из животных нету гениталий А кроме того Они иногда поют Человеческими голосами И это само по себе Притом что эти львы Не отличаются от львов С Animal Planet Больше ничем Только тем что они поют Голосом предполагаемого Элтона Джона Которого мы все равно Не слышим Вот А вместо него Все равно Киркоров Ну все говорят Об эффекте Зловещей долины Так называемом Я думаю что не без этого Но если кто не знает Это эффект Когда роботы Настолько человекоподобные Что их человечность Вызывает отторжение То есть условно говоря Робот очень похожий на человека Пугает нас больше Чем R2D2 Ходячий пылесос Который пищит Потому что это нормально С ним можно коммуницировать Я думаю что все понимают О чем идет речь Это то на самом деле Чему посвящено Огромное количество фильмов И я робот И бегущий по лезвию Там везде это На уровне философии И этического вопроса Спрашивается Ну вот здесь в Короле Льве Как раз с точки зрения Этики все очень хорошо Сказал он И немного задымился Да 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 Вот это вот Революция конечно То что настолько Реалистичные животные Могут быть созданы Революция в том смысле Что теперь В самом случае Большие голливудские студии Перестанут мучить зверей То есть Ну на самом деле Это важно Вот всегда же пишут Ни одно животное Не пострадало Теперь можно даже не писать Потому что какие животные Тут на самом деле Не задействованы Их нету Страдать будут только люди Ну страдать только зрители В смысле Антон Скажите пожалуйста А вы вот не видите Этот фильм Очередным этапом Таким серьезным Но уже со стороны Дисней По съемке фильмов Просто на зеленом фоне Конечно Так и есть Просто Легализацией Они дошли Ну это давно Легально Легализованы Это с того момента Как такого рода фильмы Стали собирать колоссальные деньги В прокате В новейшем времени Это произошло Наверное С Властелином колец И Голлумом Ну там много кто еще был Но Голлум был один из главных героев Потом Кинг-Конг Где уже главный герой был нарисованный Да Вот эта обезьяна Сыгранная Энди Серкисом Но от него там ничего особенного Кроме его игры не осталось Сейчас да Это дошло до логического предела Но это предел пугающий Это как Извините за аналогию параллель Как история развития живописи Живопись развивалась много столетий Идя от абсолютной условности иконы Или там средневековые фрески К больше и больше реалистичности Да В возрождении Был огромный шаг Вперед проделан Потом там манеризм Барокко И наконец это дошло Через классическую живопись Классическую До реализма И вот там условно говоря Там Гюстав Курбе Изображает людей Они как живые Что называется на картине И куда дальше Дальше появляется фотография Там они еще более живые И живопись Она в потолок уперлась И пробить его уже не могла Некуда дальше Уже реалистичной фотографии Невозможно А раз невозможно То непонятно Что дальше делать И живопись ушла в абстракцию Мне кажется Что мы находимся В кинематографе Вот с этими цифровыми эффектами Ровно в той же точке Пора уходить в абстракцию Собственно говоря Некоторые великие люди Как Пит Доктор Студии Пиксар Со своей гениальной головоломкой Уже в эту сторону двигаются Это уже абстракция Да Когда абстрактные эмоции Друг с другом общаются Потому что реалистичнее Чем Король Лев Невозможно И эта анимация Которая дошла Когда-то 25 лет назад Были нарисованные герои Теперь она дошла До этого упора И уперлась в тупик И фильм отставляет Ощущение этого тупика Это та же самая история В которой реалистичность Ей только мешает А не помогает О чем я говорю Нарисованные герои Помните нарисованного шрама Которого кто там Джереми Айронс озвучивал Это гениальные персонажи Они невероятно яркие Они шекспировские Ведь Король Лев Это сюжет Гамлета Это история Злобного дяди Который занял трон Своего брата Его предательски Убив Принца Изгнанного Ну там только положительные Розенградцы Гильденстерн Тимон и Пумба Они хорошие Никого не предают Поют песни И исповедуют пофигизм Под лозунгом Акуна Матата Ну и в конце Там тоже хэппи-энд Вот Но этот хэппи-энд Между прочим Никак не нарушает То есть он нарушает Шекспировский замысел Но Шекспир Как мы знаем Списал все у Саксона Грамматика В конце У него там Принц Амлет Всех убивал И воцарялся Благополучно И все у него было хорошо Как и происходит В Короле Льве То есть справедливость Была восстановлена Что же теперь Мы видим реальных Живых львов Как в зоопарке Которые почему-то Поют песни Элтона Джона И никакой эмпатии Это вызвать Особенно не может Потому что у них Даже речевой аппарат К этому не приспособлен Особенно к пению На русском языке Хочу заметить Вот Но единственное Кого они не смогли Испортить Это Бородавочник Пумба по-прежнему Шикарный С Тимоном уже Он уже такой Немного леденящий А вот Кабан хороший Он достаточно Милый Эффектный Для него хорошие Диалоги написали Ну потому что Юмор всегда помогает Ожить Даже самому Мертворожденному Проекту Но только на время В целом К сожалению Король Лев Вот мне хотелось Сказать Не получился Я не знаю Что имеется в виду Мне кажется Все что они хотели Сделать у них Получилось Зачем они хотели Сделать именно это Это вопрос На который у меня Нет ответа То есть есть два ответа Первый Это тестирование технологий Вот с этим все супер Они все протестировали И могут теперь Все что угодно И второй ответ Это заработать много денег На уже существующем сюжете Песнях То есть тут не просто Каркас сюжетный Тут полностью Мультфильм взят Ты плачешь В тех же местах Смеешься в тех же местах Вот Но просто теперь Второй раз Приносишь деньги в кассу Или в первую Учитывая что в России Старый Король Лев Никогда в официальном прокате Как я понимаю Не было Антон А потом Второй этап Сейчас актеров На зеленом фоне А потом голограммы На зеленом фоне И такие сразу Экономии бюджетов Ну вот я жду На самом деле Момент когда будут голограммы И они будут изображать Не людей И каких-то других существ Потому что если ты можешь Нарисовать все Зачем рисовать то Что можно снять в реальности Я считаю Что тогда Включай свою фантазию И рисуй что-то немыслимое Что-то невероятное На самом деле Кэмерон Когда-то этим воспользовался Не хватает Чуть-чуть фантазии рисующим Не хватает Но не всегда Не во всех случаях Вот Пиксар По-прежнему крут Я сказал про головоломку Или тайна Коко Кто помнит Какой там был загробный мир нарисован Я считаю Что это потрясающая Вселенная была создана Мне вот очень Объема не хватает Мне кажется с ним все в порядке Не из-за 3D Который тоже конечно есть А просто из-за того Что это действительно Фотореалистичные персонажи И животные Есть вопрос от слушателя Антон добрый день Как осуществляется Взрастная классификация Фильмов и мультфильмов Собираюсь с сыном Ему почти 5 лет На Короля Льва Стоит ограничение 6 плюс Это из-за Элтона Джона Кстати хороший вопрос Это мне в голову не приходило Нет идите совершенно спокойно Единственная где может быть Какая-то проблема Это когда стоит 18 плюс И раньше можно было Если ты родитель Ребенка провести Даже в 18 плюс За руку Я своего водил многократно Сейчас это нельзя Имеют право спросить паспорт Посмотреть возраст И не пропустить Но где 16 плюс Там уже можете 14-летнего привести Вы Если вы родители Там старшие братья и сестры И так далее И то же самое С младшими возрастами Если не 18 плюс То можно особенно не бояться Но только разумно Все-таки рассудите Мне кажется Что 5-летним Может быть Это и не будет Его любимый фильм Так скажу осторожно Лучше показать ему Дома мультик Просят Подскажите Где в Москве Короля Льва Можно будет посмотреть В оригинальной озвучке Я уверен Что в Пионере Наверняка В Кору Октябрь В нескольких залах Вообще смотрите Это все В афише Пишется очень подробно Я наизусть этого Не знаю Друзья В студии Антон Долин Программа Кинопробы Продолжим Через пару минут Кинопробы С Антоном Долиным Снова мы здесь Ну про Короля Льва Сказали В общем Мне кажется Что особенного смысла Отговаривать Идти тех Кто уже собрался Нет Я даже не могу сказать Что я почувствовал Какое-то разочарование Примерно то Чего я ждал Увидеть там То я и увидел Конечно Это большой вопрос Насколько оправдана Художественно А не маркетологически Вот этот вот Перевыпуск Пересъемка Бесконечных Халадинов Прочих русалочек На мой взгляд Если уж ты переделываешь То надо менять все Менять песни Менять сценарий Менять 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 И тогда Может получиться хорошо Конечно гарантии нет Но когда ты повторяешь За каким-то культовым Существующим уже мультфильмом Зачем это делать Ну кроме как Чтобы заработать денег То есть Зачем это Диснею понятно Зачем это нужно зрителям Мне понятно уже Гораздо меньше Вот Король лев тем не менее Царит Как и положено На экранах Что еще у нас выходит Ну во первых Для тех Кто хочет бороться С Диснеем И его гегемонией Есть великолепная Возможность На этой неделе Отважные люди Отважные люди Из ракета Релизинг Выпускают Это только первый Из нескольких фильмов Летом Несколько Новейших Аниме Японских И Первым в этом списке Кот Геос Лелуш Воскресший Мне это ничего Особенно не говорит Но мой 17-летний сын Меня уверил Что это Сиквел Супер Культового Аниме Двухтычных Просто одного Из самых главных Антиутопического Разумеется О герое Который Возглавляет Противостояние Некой вымышленной Империи Ну Я не знаю Можно ли это смотреть Получить удовольствие Если ты не в курсе Всего контекста Но В любом случае Аниме Это прекрасная культура Хорошо что На наших экранах Тоже представлено А не только Голливуд И еще одна картина Тоже Такая я бы сказал Нишевая И не для каждого Называется Соблазн Режиссер Режиссерка Ха-ха Жюстин Три Это фильм Из конкурса Каннского фестиваля И тот самый Стыдноватый случай Каждый год Это бывает Когда какой-то французский Фильм попадает В Каннский конкурс Похоже не потому Что он настолько Настолько же хорош Насколько другие фильмы Там Насколько фильмы Не знают Джармуша, Тарантино И Альмадовара А просто потому Что какие-то французские Прокатчики Или продюсеры Настолько влиятельны Что могут его туда Продавить Доказательств Конечно нету Но на самом деле Это довольно примитивный Психологический триллер Про женщину-психотерапевта Которая хочет Оставить свою практику Чтобы стать писательницей Но у нее не пишется И тогда она берет Клиентку для того Чтобы жизнь этой клиентки Превратить в свой роман Вот такой у нее Подлый план А клиентка Она Актриса Которая как раз Переживает увлекательные моменты Она забеременела От актера На съемках Актер этот Муж Режиссера Режиссерки Этого фильма В котором она снимается В общем начинается Такой запутанный Любовный эротический Четырехугольник Разыгранный Прекрасными Артистами Это Виржиния Фера Снимавшаяся У Поля Верховена Адели Кзаркопулос Из фильма Жизнь Адель Вы можете ее помнить Сандра Хюллер Которую вы видели В фильме Тони Эрдман И Гаспару Ильель Молодой и красивый На мой взгляд Набор Жанровых штампов Попытка сделать Такого Романа Поланского Но пожиже Попроще Попримитивней Очень предугадываемая Но я думаю Что любители Вот этого французского Психологического триллера Есть же такие люди Скорее всего Они словят Какой-то определенный кайф И может быть Поведутся на название Соблазн Который как водится Придуман русскими прокатчиками На самом деле Фильм называется Сибиль Это имя главной героини Вот Ну Соблазн Так соблазн Я не знаю Почему соблазн Пусть так называется Во всяком случае Эти две картины Немножко разнообразят Однотипную картину Этого уикенда Антон Пока слушатели Продолжают Пытаться записывать Несколько сообщений Несколько вопросов Сегодня суд Управдал Кевина Спейс Как вы думаете У него еще есть Какое-то будущее В кино Уверен что есть Но возможно Какое-то время еще пройдет Суд оправдал Имейте ввиду Речь идет о Криминальном Каком-то там деле Обвинениях Конкретных Обвинений против него Было выдвинуто много Далеко не каждое Из этих обвинений Закончилось И должно было Закончиться Судебным процессом И бывает случай Когда репутация Рушится и без Судебных процессов И его случай Когда эту репутацию Еще надо будет Восстанавливать К сожалению У меня не хватает Информации Чтобы оценить Уровень его вины И мне кажется Что те Кому кажется Что у них Этой информации Достаточно Просто очень любят Кевина Спейс Им очень хочется Чтобы он поскорее Снова оказался на экранах Можно их понять Но извините Я могу понять И продюсеров Которые боятся Что зрители Будут просто Байкотировать фильмы Не хотят вкладывать Огромные деньги В фильмы Которые могут Провалиться в прокате Всем что-то кажется Что это Какой-то международный Феминистский трибунал Приговаривает тайно По-масонски Кевина Спейси К забвению Но суть не в этом Это работа капитализма Он устроен именно так Когда есть риск А такие случаи уже бывали Да Помните Когда был большой скандал Антисемитский С Мэлом Гибсоном Вышел фильм С ним Бобер Очень классный Сделанный Джоди Фостер Главную роль Она вторую главную роль Фильм чудовищно провалился Люди не хотели Идти на фильм С Мэлом Гибсоном В Америке Просто не хотели И все Вот И я боюсь Что с Кевином Спейси Если сейчас снять фильм С ним и выпустить Будет абсолютно та же история Поэтому как минимум Какое-то время пройдет Мэл Гибсон тоже уже снимается снова Конечно у него нет Правда в плохих фильмах Ну почему Мне показалось Что закатать в асфальт Довольно крутая картина Хотя она совершенно не стандартная Ну и не хотя Именно поэтому и крутая Просто это не блокбастер Как смертельное оружие Ну не все же в блокбастерах Сниматься У него достаточно было в жизни Ну ладно Мы ушли в сторону Прошло время сказать Об одном из главных фильмов Этой недели И на мой взгляд Лучшем фильме этой недели Это фильм Солнцестояние Ну сразу предупрежу Он лучший на мой взгляд Вообще-то это фильм спорный Он уже разделил зрителей И он Конечно В отличие от Короля Льва Который многим не понравится Но снят для всех Этот фильм многим не понравится Но он и снят не для всех Не в том смысле Что это какое-то авторское Сложное фестивальное кино Оно авторское В том смысле Что его автора Мы можем легко Опознать по стилю Хоть и на молодой Ари Астер Режиссер фильма Реинкарнация Уже был нашумевший Хоррор Солнцестояние Его второй Нашумевший хоррор А на самом деле Не второй А какой-то там пятый Потому что этот человек Со своей командой Друзей и товарищей В том числе оператора Он начинал снимать Микробюджетные фильмы Выкладывать их в интернет И так прославился Получил финансирование На свой первый фильм Теперь его второй фильм Более масштабный Чем первый То есть карьеру Строят именно так И Солнцестояние По этой причине Фильм очень ожидаемый И он очень необычный Это фильм Который находится На полпути От классического хоррора В котором даже сохраняется Вот здесь будет намек на спойлер Кто боится Заткните уши немедленно Даже сохраняется структура Классического слэшера Хотя по жанру Это совершенно не слэшер Он просто иначе устроен Ритмически То есть компания молодежи Студенты Аспиранты Антропологи Из Америки Едут В некую Странную для себя землю В данном случае Они едут в Швецию В некую деревню Где собираются Отмечать языческий ритуал Или ритуалы Это целые недели Солнцестояние И там с ним происходит Много всего неприятного То есть Ну в любой Техасской резне Бензопилой 15-13 И так далее Структура Вот этой команды Молодежи Которая не подозревает Что с ними будет И даже Девушка Которая является На самом деле Главной героиней Тут она единственная девушка Среди нескольких молодых людей Все это в фильме есть С другой стороны Сам автор Не случайно проводит параллель Например с Догвелем Ларса фон Триера Кстати в чем эта параллель Будет ясна В последние 5 минут Фильма только И она не очевидная Вот это не является спойлером Вы пока не посмотрите Не поймете О чем идет речь Вот И Явно Так же он Впечатлялся И вдохновлялся Бергманом Хотя Швеция Которую он снимал Это не настоящая Швеция То есть это выглядит Все очень аутентично И мы прям верим Одному из героев Который Свою диссертацию Там собирается писать О ритуале Сонсостояния На самом деле Выяснилось Что американским Кинематографистам Снимать в Швеции Адски дорого Поэтому они эту Шведскую деревню Выстроили в Венгрии Язык На котором читается Заклинание Он не шведский А придуманный Хотя на шведском Там тоже есть реплики А почему в Венгрии Почему нельзя было В Голливуде Я вот не совсем понимаю Ну Во-первых Это независимая студия А24 Снимающая хорроры Возможно в Венгрии Тоже дешевле Чем в Голливуде Им была нужна Европа Им было нужно Другое Некое Искусственное Но другое пространство И они его действительно Построили Построили его в Венгрии Вот Международный Актерский состав Много непрофессиональных актеров Хотя основные актеры Вот эти ребята Которые туда едут На каникулы Это все американцы В главной роли Флоренс Пью Ее многие видели В сериале Маленькая барабанщица По-моему это называлось Молодая актриса Очень-очень талантливая Интересная Тем более Что она Такая как бы Типологически Не то что какая-то красавица И не то чтобы Типаж Она Ну такой Everyman Everywoman точнее Да Такая обычная девчонка Next Door Которая Свои совершенно Необычные актерские качества Очень-очень постепенно Проявляет В этом фильме В том числе Мне кажется Это лучше Что она сыграла Хотя у нее Не так уж много Было ролей Но среди прочего Она уже Демоническую природу Свою показывала В экранизации Своеобразной Лескова Да Леди Макбет Не так давно Снимавшись По-моему в Англии Это было Ну англоязычная Совершенно точно У нас она Это Леди Макбет Выходила Вот И фильм Ну я осознаю Что о нем Не расскажешь Все будет спойлером Я постараюсь Сюжета не трогать Просто это фильм Который с одной стороны Является семейной драмой Это история потери История одиночества История переживания Травмы Которая могла бы быть Засунута В формат Просто психологического Драматического фильма Без хоррора Без убийств Без смертей Без мистики Без языческих ритуалов Тут это тоже есть И весь фильм построен На тонкой такой Микрохирургии чувств Взаимоотношений Главной героини Ее бойфренда С которой они остаются Наедине И это наедине Среди людей Все равно Они выясняют все время Свои отношения Не в смысле ругаются А в смысле Как сейчас В эру политкорректности Принято Наоборот Друг другу все время Передают мяч И говорят Нет-нет Я не хочу тебя Ни в чем заподозрить Я не хочу тебя Газлайтить Я не хочу Никаким образом На тебя давить Но на самом деле Они конечно Друг на друга давят Таким образом И возможность Соблюсти полную Полную политкорректность В отношениях Мужчина и женщина Интимных Увы невозможно Фильм в том числе И об этом А также о том Что это на самом деле Можно сказать Что это феминистский фильм Но феминистский фильм С подвохом С хитростью внутри Потому что он показывает Что если ты пытаешься То насилие Которое традиционно Тысячелетиями Мужчины Оказывали женщинам Как-то перевернуть это все То без насилия совсем Это не получится Любая революция требует Чтобы была пролита кровь Вот Но с точки зрения крови Фильм длится 2.20 Кровавых или жутких сцен В нем наверное Минут на 10 Которые размазаны По фильму равномерно И если вы боитесь Шокирующих Жутких Пугающих фильмов Возможно Вы все равно Можете сходить на сон Состояние И получить от него удовольствие Это Не стандартный фильм Например Почти все фильмы ужасов Любят Замкнутые пространства Этот фильм разворачивается На природе На лужайке огромной Где они построили Эту шведскую деревню Почти все фильмы ужасов Разворачиваются Во тьме Здесь Вступление Американское Да Начинается сюжет В темноте А потом Они выходят Не просто на солнце А в Швеции Солнцестояние По сути дела Это белые ночи Там почти не темнеет И все Что там происходит Происходит При слепящем свете Солнечном И это тоже для ужасов Такой сверх Необычный Нестандартный Ни на что не похожий Подход Вот И Дальше я могу Просто удариться В Перечисление Имен тех Кто в этом фильме Особенно хорош Например Оператор Павел Погоржельский Ничего о нем особенно не знаю Кроме того Что он снимает для Ари Астера Астер сам И автор сценария Потом Ансамбль Или это не ансамбль Чей-то псевдоним Хаксон Клоук Написавший музыку Там музыка в том числе Для симфонического оркестра Очень такая Жуткая Тянущая Очень искусственно Здорово сделана То есть такой сундтрек Который отдельно Слушать Наверное в темноте Будет неуютно Хотя там он не в темноте Как я сказал При свете дня Постоянно звучит Все они большие молодцы И Единственное Что в этом фильме Хочется поругать Это Придуманный русскими прокатчиками Слоган Который вообще ничего не значит Они для красоты Назвали Не назвали Написали на постере Вековая тьма Пробудится Или пробудится Но Вообще-то говоря Никакой тьмы в фильме нет И Надо было что-то написать Вот именно И Взгляд язычников Среди которых происходит действие На мир Таков Что там нету Тьмы и света Как таковых И нету никакого зла Это такая Дуалистическая Реальность В которой Смерть и жизнь Добро и зло Сосуществуют И друг друга поддерживают И оригинальный слоган Разумеется другой Да начнутся торжества Или празднества И это как раз Очень точно отражает То что происходит в фильме В общем я очень всем советую Если вы Какие-то молодые Там Тинейджеры И чуть старше Студенты Любящие И интересное кино И просто жанр Фильма ужасов То Солнцестояние Имеет шанс Стать вашим Любимым фильмом Этого года И имеет все шансы Завоевать культовый статус Я могу сказать Что ужасно рад Тому что сейчас происходит С жанром хоррора Я всегда этот жанр Очень любил Он переживал Разные периоды Хотя это один из Старейших жанров Вообще мирового кино С него немецкий Экспрессионизм Когда-то начинался Там кабинет доктора Каллигари Это как Голем Или там Носфераут Это все на самом деле Хорроры Вот И сейчас Когда Ари Астер С этим фильмом Роберт Эггерс Ужасно мне нравящийся Автор фильмов Ведьма и Маяк И конечно Джордан Пил С картиной Прочь И мы Прочь это первый хоррор За долгие годы Который аж Оскар получил За лучший сценарий Когда все они в Америке Все молодые режиссеры Каждого по два фильма Когда они работают Снимают Есть огромное количество Чуть менее Маститых И Расхваленных Тоже замечательных Режиссеров Но это значит С одной стороны Что у кинематографа Все в порядке С другой стороны Что жить опять Очень страшно И Материала Для Хоррор мейкеров Не просто много А бесконечно много Ну зато и фильмы Получаются нестандартные Ни мы Ни ведьмы Ни самостояние Не похоже на Стандартный хоррор Антон От лица не успевающих записывать Могу я вас попросить В конце программы Перечислить Вот основные фильмы Да Я обязательно это сделаю И отвечу на вопросы Собственно говоря В последние минуты Которые у нас будут Совсем скоро Кинопробы С Антоном Долиным Мы снова здесь И на очереди Ответы на вопросы Но прежде чем Я обещал Назвать Наверное Надо сделать это правилом Перечислить те фильмы О которых я сегодня Рассказывал И которые На этой неделе Наконец-то в прокате Но я не буду Перечислять Фильмы Фестиваля на стрелке Скажу только Что сегодня Он открывается Фильмом Естеды А дальше будет Много-много всего Смотрите На их сайте Полный список Вот В прокате Прежде всего Это Король лев Джона Фавра Это большой Диснеевский Фильм Мультфильм Не знаю уж Как он правильно называется По мотивам Старого Сделанного Четверть века назад Мультика Солнцестояние Хоррор Ари Астера В известной степени Экспериментальный Очень интересный Необычный фильм Местами страшный Соблазн На мой взгляд Неудачная Французская Психологическая Драма Триллер Жустин Трие Но впрочем Из конкурса Каннского фестиваля И японское аниме Кот Геас Лелуш Воскреший Сиквел Знаменитого Сериала Анимешного Вот Теперь Перейду К ответам На вопросы Попробую с ним справиться Напомню наверное да Что смс можно присылать На 7903 797 6333 Пару вопросов Где посмотреть Солнцестояние Спасибо Матильда Солнцестояние Более менее Во всех кинотеатрах Вышло Единственное что Не знаю где именно Смотреть его с титрами Лучше смотреть в оригинале Мне кажется Там не так много текста И много текста На несуществующем языке Или на шведском Но При этом Ну как минимум Голос героини На мой взгляд Дублировали неудачно Самый лучший пример Птичьего языка В фильмах Ой Самый лучший фильм Который еще не вышел Он называется Свистуны Там Язык свиста Тайный Румынская картина Которая была на Каннском фестивале Корнеллио Парумбой Режиссер Она должна выйти осенью Очень интересно Одна из лучших в году Так Здесь Иван Титов Спрашивает С настойчивостью Которая заслуживает Конечно лучшего применения Про фильм Мектуб Моя любовь Интермецу Фильм не куплен Для проката Его показ На каком-нибудь из фестивалей Обязательно состоится Тем более что Предыдущая серия Мектуб Моя любовь Абдуллетива Кишиша Показывалась В российском прокате Но большого успеха Коммерческого Не имел Это картина Экспериментальная Режиссер Доделывает Длится фильм 3.30 Из которых Три часа Это танцы на дискотеке И примерно 15-минутная сцена Кунилингуса В общественном туалете Да Это именно так Приходится об этом сказать Об этом собственно И все писали В Каннах люди Несколько Офигели Это увидев Многие вышли из зала Другие наоборот Замерли в своих креслах И судьба фильма Не ясна Он на самом деле Был Ну не то что Освистан Но встречен Как большой скандал Даже в Каннах А Канны ко всему Привыкли И все видели Что касается России У нас Сексуальные сцены На экране В общем Не запрещены Никаким образом У нас нету Таких законов Но при этом Понятное дело Что прокатчики Опасаются И ну Можно в общем-то Логику их Как-то уловить Вот Я считаю Что фильм Очень интересный И мне кажется Что было бы здорово Если бы он Все-таки Появился Куда сходить Сегодня с барышни На Бессона Или Джармуша Спасибо Антон Влад из Воронежа Влад послушайте Во-первых Есть новые уже фильмы Во-вторых Если из этих двух Выбирать То Джармуш На взгляд Гораздо лучше Я уже рассказывал Что фильм Анна Люка Бессона На мой взгляд Очень большая Его неудача Если Не сказать хуже Поэтому Джармуш Это может быть Тоже не лучшая Картина Но уж точно Она Гораздо выше Стоит в этой Воображаемой шкале Какого-то художественного Качества А это был один Из самых правильных Вопросов программы Да Так Сколько у нас времени Осталось Буквально минута Ну вот Меня спрашивают В чем смысл Фильма Солнцестояние Зачем Тянуть Два с половиной Часа Ради эффектного Финала Просто потому Что не ради Эффектного Финала Вы смотрите Два с половиной Часа Надо получать удовольствие От процесса А не от результата И тогда Огромное количество Фильмов Совершенно другими Гранями заиграет Можно еще раз Как называется Фильм про террориста Который хочет убить Учительницу Фильм называется Молодой Ахмет Это имя главного героя Это фильм Братьев Дарден Бельгийских режиссеров И фильм Этот получил Приз за лучшую режиссуру На Каннском фестивале До конца года Он обязательно выйдет В российский прокат На ватсапе Здравствуйте Расскажите про бойцовский клуб На большом экране На следующей неделе Мы посвятим этому Ну не знаю Всю или программу Ну наверное Минимум ее половину Потому что перевыпуск Этого фильма Это очень Большое событие Кстати здесь пишут Что шестое чувство Можно уничтожить спойлером Как некоторые другие Фильмы Шлемалана Не согласен Можно Исказить ваше впечатление От первого просмотра Спойлером Но испортить нельзя Иначе этот фильм Никто бы не пересматривал Почти каждый Кто охнул В конце фильма Шестое чувство Обязательно посмотрел Потом еще Как минимум один раз Спасибо Антон Ждем на следующей неделе Запись программы Ищите по мере поступления На сайте silver.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok